Всем приветик! Сейчас идем с Лизой и с Крисом гулять. Но на улице еще не поздно, но уже темно. Не буду там снимать. Крис радуется. Вот я вот так одета. Пальто. То есть у нас довольно-таки холодно. Шапку даже надела, потому что реально мерзнем с Лизой. Она сейчас с колледжа пришла, говорит, одевайся теплее, доставай все свои шапки, надевай шапки. Вот мне пришлось так напихтериться. Так что пойдем погуляем, потом придем и будем с вами готовить. Новый рецепт тоже нашла я его в интернете. Будем готовить по новому рецептику. Все, до встречи! Всем приветик! Идем в магазин. Здесь проходим мимо почты. Смотрите, вот наша почта. И вот сколько народа стоит в почту. Запускают по одному. Соблюдают меры безопасности. А мне тоже надо на почту. Мне надо троим девочкам отправить посылки. Вот надо как-то выгадать время, чтобы не попасть вот в эту западню. Не хочется стоять в этой очереди. Ибо на улице уже холодно. Не май месяц, как говорится. Все, девчонки, мальчишки, мы дома. Решила вам показать вот такой вот обзор. У меня мама ездила в Останкинский мясокомбинат. Там при этом заводе есть еще магазин. Я не знаю, может быть, конечно, кто-то про него и знает. Но на всякий случай скажу. Может, кто живет в Москве и не знает. Я, например, вот тоже не знала. Мне мама про него сказала. Вот. И она нам купила мяско. Просто, знаете как, по цене получается классно. Вот, допустим, вот шейка свиная. Вот такая вот она большая. И здесь получается 2 килограмма 542 грамма. Вот. Хорошая шейка. Но этот кусочек я достала уже. Вот он у меня размораживается. Я сначала все убрала в холодильник, в морозилку. А потом, думаю, нет. Покажу девчонкам. Так, сейчас, девочки, уберу, чтобы оно мне не мешало. Дальше будет размораживаться. Будем с вами новый рецептик пробовать. Тоже в интернете увидела. Карбонат. Тоже свиной. Кило 364. Цены потом поставлю. Вот такой кусочек. Заморозился. Вот еще карбонат. Ой. Это у меня щавель. Приляпался, извиняюсь. Вот. Он получается 1532. Дальше. Она мне взяла две упаковки шпикачек. Вот это сейчас возьму там. Оторвано. Папа может. Кило 61. Здесь кило 72. Эту я уже убрала заморозить. Потому что, ну, две пачки. Куда нам две пачки сразу? Вот они такие вот большие. И упаковку сосисек. Сосиски мы уже открыли, готовили. Здесь получается 2 килограмма 71 грамм. Так. Вот. Упаковка. Вот такая тушенка. Очень-очень хорошая. У меня мама покупала. Она взяла на пробу баночку свиной тушенки и баночку говяжьей. Им понравилось. Говорит, там реально мясо. Все вкусное. Они поехали даже вот по упаковке. Того и того взяли. И вот она нам тоже купила. Потом можем тоже взять. Может быть, по упаковке. Что-то я. Так. Гост. По Госту. Аллочка. По Госту. Сколько здесь? Хочу, девчонки, посмотреть, сколько здесь грамм. Ой. Ну, короче. Ладно, я буду, когда цены писать. Я вам напишу. Это свинина. Это говядина. Мама даже готовила суп. И она сказала, что очень получилось вкусно. Вот она сомневалась. Как бы с тушенки суп, да? Ну, сготовила. Говорит, все очень классно. Все замечательно. Единственное, цены напишу потом. Но могу сказать сейчас цены. Насколько это вышло. Это все получилось. Так. На 3465 рублей. Ну, на 3500. То есть, куски такие, да, большие, довольно-таки. Сардельки из них можно готовить. Сосиськи, тушенка. Я просто к чему? К тому, что иногда в магазин сходишь, оставишь там 5-7 тысяч, а то и больше. А по сути, домой придешь, а из еды и нечего есть. Вроде берешь все, что надо. Получается, что ничего такого существенного и нет. Чтобы было действительно сытно и вкусно. Так что, если кто не знал, знайте. Это Останкинский мясокомбинат в Москве. Очень даже приличные кусочки. Хорошие. И надолго хватит. Готовьте, замораживайте. И сейчас мы сходили, вот погуляли, сходили еще с Лизой в пятерочку. Сейчас, ну, такой небольшой обзорчик покажу. В пятерочке купили огурцы. Вот этот Global Village фирма. Я хочу делать рассольник. Что-то сунулось, а огурцов у меня нет. Цены тоже, девчат, напишу. Дальше. Вот эти яблоки. Ну, мы, правда, их вчера купили, но все равно покажу сегодня, потому что они очень даже неплохие. Они такие крупненькие. Вот. Я вчера делала пекла блины. Половину пекла обычных блинов, половину натерла яблоки и добавила в тесто из пекла. Вкусные яблоки. Они были по 50 с чем-то рублей. Ну, посмотрю, скажу. То есть, как-то на удивление, яблоки у нас дешево. То как-то они летом даже вот взять были очень дорогие. Дальше. Взяла я кефир. Хочу сделать оладушки. Оладушки с припеком. Вчера на какой-то канал наткнулась, и там женщина делала с припеком оладушки. Сделаем с вами. Дальше. Взяла вот это кофе. Мы вчера брали это кофе-банку, и сегодня еще взяла. По акции 190 грамм 249 рублей. Если кто пьет это кофе, вот оно сейчас по акции. Вот это масло беру растительное. Но здесь добавление оливкового написано. Очень нам оно нравится. В этот раз оно было по акции, поэтому мы тоже взяли. Хотя масло у меня еще, в принципе, есть. Мы мистер Рико покупали. Я вот не знаю, я вам показывала или нет, но какие-то новые. Может, помните, я как-то показывала, мы брали с сицилийским апельсином. Сейчас я взяла с черным чесноком и с этим, как он называется. Сейчас я вам покажу. Вот мистер Рико с авокадо. Очень большой выбор сейчас этого масла. Если до этого мы брали только с красным сицилийским апельсином, и были еще прованские травы. Сейчас вот авокадо появилось. На нем в основном сейчас готовлю. И черный чеснок. Его вот меньше использую, но на любителя. Я, наверное, не буду больше его покупать. Лучше все-таки, знаете, такое купить. Слушайте, начала про покупки. Дошла до масла. Ну, просто если я вам потом не покажу, вернее, сейчас, то и потом забуду. А хочу поделиться. Вот это на любителя масла. Я такое брать больше не буду. Не могу объяснить, чем оно мне не понравилось, но что-то не зашло. Это масло мне понравилось. Еще из этого мистера Рико мне понравился красный апельсин. Дальше. Если брать с чесноком, то вот это алмадор. Сейчас мы взяли с базиликом. Ну, когда сейчас, давно, и вот все никак не можем от него избавиться. Оно ужасное. Оно просто реально ужасно. Оно ужасно воняет. И воняет, ну, прям вот очень плохо. С чесноком классный. Вот это алмадор. С чесноком вообще шикарное, ароматное. Ну, блин, не могу передать. Я советую, рекомендую. Вот такой хлеб мы практически, ну, не практически, а, наверное, всегда берем. Вот с отрубями. Я вот все еще с ламинарией, но не могу найти. Видела вот. На канале Дом с котом Алла постоянно покупает такой хлебушек. Но нет у нас. А так хочется. Дальше была вот такая гречка. Вот это фирма Агро Альянс. Не знаю, что за фирма, но гречка очень даже такая, смотрите, какая чистенькая, хорошая, приятная. Взяли попробовать. Яйца вот такие взяла. Знаете, ничем они не хуже, там, тех, которые стоят очень дорого. Вот они и не мелкие, и не крупные. Очень даже хорошие. Треснутые даже лежат иногда. Это я что-то просмотрела. Но ничего страшного до этого, потому что коробку смотрела, вообще там одно разбитое было. Ничего страшного. Далее, Лиза у меня взяла вот такой попкорн. Так, это карамель, сладкий карамель. Две пачки себе и Антоше. Кстати, пачки такие большие, 250 грамм. Далее, мой ребенок захотел вот такие кексики, разноцветные фантазии. Печем дома вместе с детьми. Ребенку так на минуточку 18 лет. Но ей так захотелось эти разноцветные кексики. Я говорю, ну давай, хорошо. И мы с вами как-нибудь испечем. Здесь и формочки входят в состав. Может быть, даже и завтра мы с вами испечем. Посмотрим, что же это такое. Хотя фирма, в принципе, неплохая. Печем дома. Я кексы брала и пекла. Далее, купили это мне на оладушке. Я хочу вот оладушкой с припеком. Взяла вот этот лук зеленый. Global Village. Но эта фирма неплохая. Пришлось взять при упаковке. Но, в принципе, мы лук любим. И он, смотрите, какой. Он довольно-таки хороший, свежий. Пошуршу вам немножко. Там, знаете как, в этой пятерочке цен не было на этот лук. Пошла посмотреть на вот этот, который цены можно проверить. Висит на стене. Арнелла, ну хватит меня перебивать. Пошла посмотреть. Думаю, сколько он интересно стоит. Там цена на него была невысокая. Но при условии, если берете три упаковочки этого лука. Я взяла три. Потому что, в принципе, мы лук едим. И также можно и в суп добавлять. И вот я с припеком буду делать. Так что ничего страшного в этом я не вижу. Вот такие у нас покупочки на сегодняшний день. Мясо у меня еще так и не разморозилось до конца. Будем с вами, девчонки, пробовать новый рецепт уже завтра. Вот. А на этом пока тогда все. Все, все. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь на наш канал, если интересно вам. Вот. Оставайтесь с нами. До новых встреч. Пока-пока.